На РБК региональный блок новостей мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. Здравствуйте. В госсобрание Башкортостана в ходе публичных слушаний по бюджету от жителей республики поступило более 50 предложений. В основном они касались его расходной части, отметил председатель парламента Константин Толкачев. Публичные слушания по проекту бюджета проводились в республике в четвертый раз, но в онлайн-формате впервые. С 3 по 10 октября предложения граждан принимались на электронный адрес парламентского комитета по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике и имущественным отношениям. Теперь рабочей группе предстоит проанализировать мнение жителей и подготовить итоговое заключение. Документ будет направлен органам государственной власти и размещен на официальном сайте госсобрания. Предложения учтут в дальнейшей работе над законопроектом, отметили парламентарии. Предварительно доходы на 2021 год составят без малого 189 миллиардов рублей, расходы 212 миллиардов, дефицит 24 миллиарда рублей. Проект уже скорректирован, доходы сокращены на 5 миллиардов рублей, расходы более чем на 3 миллиарда рублей, дефицит увеличен на 2 миллиарда рублей. 15 миллиардов рублей выделят Башкортостану на модернизацию первичного звена здравоохранения. Финансирование начнет поступать из федерального центра уже в следующем году. Заявочную кампанию на получение денежных средств и выполнение программы завершил Республиканский Минздрав. По словам главы ведомства Максима Забелина, в регионе на сегодняшний день насчитывается более 2000 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году откроют 94 новых ФАПа в 41 районе и двух городских округах. 79 из них за счет федеральных средств. В период с 2019 по 2024 год предусмотрена замена 90 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии в населенных пунктах с численностью от 101 до 2000 человек с выделением лимита ежегодно в размере 51 миллиона рублей на 15 ФАПов. На данной цели в 2020 году из средств федерального республиканского бюджета было выделено 320 миллионов рублей. По словам министра, большую роль в привлечении специалистов для работы в ФАПах играет программа «Земский фельдшер». С 2017 по 2019 годы единовременные выплаты в размере 500 тысяч получили 176 специалистов. В 2020 году на эти цели выделено из бюджета республики 22 миллиона рублей. К работе в зимних условиях подготовлено 90% техники. Сформирован запас противогололедных материалов и реагентов. Об этом на оперативном совещании доложил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алан Марзаев. По словам главы ведомства, полностью техника будет готова к 1 декабря. Ее задействуют для обслуживания 48,5 тысяч километров автодорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. В рамках контроля организовано совместное круглосуточное дежурство сотрудников ГКУ Управления дорожного хозяйства республики Башкортостан, АО «Башкин-Автодор» и ФКУ «Приураль», предназначенного для оперативного реагирования на осложнение метеорологической обстановки, предупреждение возникших в затронах ситуации. Алан Марзаев отметил, в рамках территориального заказа на закупку спецтехники дополнительно направят 160 миллионов рублей. Ее будут использовать в семи районах Зауралья, где зимой традиционно складывается наиболее сложная дорожная обстановка. Жители Башкортостана в этом году за неправильное поведение на дорогах оштрафовали на 3 миллиона 600 тысяч рублей. На исполнение поступило более 7 тысяч в постановлении суда, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по республике. Речь идет о пешеходах, которые переходят дорогу в неположенном месте и тем самым подвергают свою жизнь опасности и создают аварийную ситуацию на дорогах. В отношении нарушителей предусмотрен административный штраф. Напомню, Башкортостан занял 22 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах с пострадавшими за 9 месяцев этого года. Число жертв ДТП составило 94 человека на 100 тысяч жителей республики. Из них погибших 88 человек на 1000 пострадавших. При этом аварийность снизилась на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это вся информация к этому часу. Я с вами прощаюсь. Увидимся на РПК.